Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужен совет, как выпроводить, даже не знаю как его назвать, гость, наверное, который живет уже 2 недели. Он нам не родственник и не друг, посторонний человек, он строил на дом, нам дом, спустя 6 лет приехал в гость, и мы предполагались, что он не больше, чем на неделю, а он живет уже 2 недели, ничего не сообщает о своих планах. Мы стесняемся спросить, что он думает делать дальше, опять же питание, мы ему ничем не обязаны, он принимает все как должно. Попросил купить ему лекарство, ни слова про деньги, полторы тысячи рублей. Я уже вешиваюсь, муж уходит на работу, я вынужден оставаться с ним, развлекаться с товарами и кормить. Ситуация абсурдная, мужу тоже не нравится, но он человек мягкий и добрый, поэтому мне придется решать, как выходить из этой ситуации. Пожалуйста, подскажите, как быть. Смотрите, я думаю, что нет таких слов, и вообще вот всем, как всем, в данном случае, людям обращаюсь, у кого схожая проблематика. Нет таких слов, нет таких способов, нет таких действий, которые бы идеально помогли бы вам сказать человеку нет. Вот таких слов вообще не существует. Так как бы это вот в данном случае, да, в данном случае, это миф. Вот. И почему нет правильных слов? Дело в том, что слова, они, ну как бы вот чаще всего, да, они идут от сердца. То есть они идут искренне. Вот, искренние слова, если они искренние. Вот. А если у вас нет, грубо говоря, таких слов, то есть если вы вот, ну, просто не можете, не можете их, их, скажем так, ну, подобрать, да, если вы не можете, грубо говоря, что-то озвучить, да, вот, и так далее, например, скажу, например, говорю только, то это значит, что у вас не налажены личные границы. И проблема заключается не в советах вам, то есть вот, ну, поймите пожалуйста, что вам как бы в данном случае советы, ну, не помогут. Тут дело не в советах. Тут дело в другом. Тут дело в том, что у вас изначально личные границы не простроены, не простроены настолько, что вы пустили к себе человека через 6 лет, которого фактически не знаете. не договорившись при этом с ним, не договорившись с ним при этом, а то, как вообще он будет с вами, ну, как бы, существовать. Вот. То есть как он, как он будет вот с вами, ну, ну, грубо говоря, проживать. Вот. Понимаете, да, как, какой здесь момент. Момент. И, собственно говоря, вот этот момент, момент связанный с чем? Этот момент, момент связан. Этот момент связан все в первую очередь, с начинкой, вот, Вот, этот момент связан с фашами, страхами, т.е. я вот как-то чего-то, значит, боюсь, т.е. я чего-то опасаюсь. Мне, грубо говоря, что-то вот страшно сказать человеку, вот, и это системная проблема. Т.е. просто вот, это нужно понимать, что проблема, именно что, ну, системно, вот, они в этой системе, ну, они только, связаны вот с этой ситуацией. Понимаете, да? И, соответственно, мы здесь с вами, к большому сожалению, говорим не о доброте и мягкости. Мы здесь говорим конкретно о подавлении, ну, себя, по большому счету. Мы здесь об этом говорим. Вот. И, чем быстрее вы для себя это поймете, чем быстрее вы для себя этот аспект. Ну, сможете заметить, тем лучше будет для вас. Вот. Ну, пока что. Пока что. Вы этого, вот, ну, вы этого не замечаете. Пока что. Пока что. Вот. Вы этого не видите. Пока что. Вот и все. Грубо говоря. Грубо говоря. Грубо. Если прям вот. Если прям очень грубо сейчас говорить. Грубо говоря. Чтобы дать вам некую такую прямую рекомендацию, да? Как вам действовать. Нужно понимать вашу личность, понимать личность, э, э, насчет, э, этого человека и так далее. Последний вопрос, вы пишите, мы стесняемся спросить, чем вызвано стеснение ваше. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Повторюсь, работать нужно с самооценкой, личными границами, вашими собственными чувствами и ощущениями, у вас это все, к сожалению, стерко. Ну и страхи со страхами, конечно, тоже. Обратная связь, самоответ позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вам и вашему мужу, возможно, тоже. Удачи вам, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok